Участок Томского водозабора – один из самых крупных и стратегически важных объектов жилищно-коммунального хозяйства. Именно отсюда вода начинает путь к потребителям. Это Ленинск-Кузнецкий, Полысаева – часть территории Ленинск-Кузнецкого и Беловского муниципального округов. У нас водовод уникальный. Протяженность 80 с лишним километров. Я не по-быстрому слову, он не только в Кузбассе, наверное, и в России. Он один из уникальных водоводов. 80 километров протяженность водовода. Но сегодня мы приехали в связи с подготовкой посмотреть подготовку, как идет подготовка к зиме. Это штатная поездка у нас. В рамках подготовки к зиме запланирована остановка резервной ветки водовода диаметром 1420 миллиметров. Работы будут проводиться по ревизии запорной арматуры. Также специалисты проверят датчики давления. Такой объем работ связан с тем, что за последние годы по программе модернизации в здании первого подъема был выполнен огромный комплекс мероприятий по обновлению оборудования и замене его на новое, современное. Так были смонтированы частотные преобразователи для насосных установок, которые позволяют экономить ресурсы и препятствовать износу агрегатов. Таким образом, благодаря масштабному обновлению, появилась возможность не отключать потребителей от воды. Запланировано лишь снижение давления в системе. Вода будет поступать к жителям по ветке диаметром 1000 миллиметров. У нас есть плановые работы, которые мы каждый год делаем. То есть все предыдущие года были связаны с тем, что мы отключали воду на сутки, где-то было на двое суток холодную. В этом году мы решили искоренить такую порочную практику. И мы первое свое отключение делали, мы отключали тысячку. Соответственно, все питание в город холодной водой осуществлялось через 1400. То есть в городе даже не почувствовали это отключение. В этом году мы в среду хотим переключить, взять в ремонт 1400, а остаться в течение восьми часов на трубопроводе диаметром 1000. Конечно, трубопроводы эти разного диаметра, 1000 и 1400, поэтому, скорее всего, в городе мы не планируем отключения по районам, мы не планируем это делать, но, скорее всего, будет небольшое ограничение, то есть в городе в части холодной воды. Четыре муниципалитета питаются нашим водоводом, то это порядка где-то 130, наверное, потребителей. Это жители мы снабжаем водой, чистой питьевой водой, качественной. Ну и плюс промышленные предприятия, это шахты, это заводы все. Поэтому мы надеемся, что наши потребители не почувствуют этой остановки. Да, может быть, жители где-то там десятых этажей как-то почувствуют, но мы специально взяли такую погоду, чтобы не в жару отключать, потому что есть плановые работы, и они уже регламентированы какими-то числами отключения. Мы сейчас пошли по другому пути. У нас есть полив огородов, у нас есть люди ведут свое хозяйство, нужна холодная вода обязательно. Поэтому мы приняли такое решение, что в жару мы отключаться не будем. Поэтому выбираем такую дождливую погоду, и то мы полное отключение для этих работ делать не будем. Ремонтные работы по ветке водовода начинаются 3 июля с 8 утра и завершатся также в 8.00 4 июля. По необходимости для жителей будет организован подвоз воды. Анна Кириллова, Риоленинск.